Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы кратенько с вами посмотрим на машинку Т23Е3 для того, чтобы помочь вам определиться в том, а стоит ли покупать ее за 3500, за которые сейчас она выпала на продажу. Значит смотрите, на продажу вышел Т23Е3 за 3500, ну просто вот голая лысая машина с местом в ангаре. Что касается того, что можно взять в составе набора, вы вместе с этой машинкой можете взять себе среднячок 8 уровня Т25 Пилот 1. Но честно говоря, меня эта машинка как-то смущает. Не нравится она мне и я бы, ну не то чтобы не рекомендовал, я бы рекомендовал вам хорошо подумать, нужна ли вам эта машина и в целом набор за 7000 голды. Потому что за 7000 голды, ну согласитесь, можно взять себе одну, но очень хорошую премиумную машинку. Я имею ввиду, если с какой-нибудь скидочкой там и так далее. Плюс у нас близится даст бог черная пятница и очень сильно надеюсь новогодний аукцион даст бог тоже состоится. Соответственно, очень необходимо скурпулезно подходить к принятию решения, а стоит ли сейчас растрачивать свою золотую копилку. Значит в составе набора входит 2 этих танка, 2 легендарных камуфляжа. Мне честно говоря легендарные камуфляжи, ну что есть, что нет. Поэтому ценность не для меня, для вас возможно не знаю. Говорю исключительно свое субъективное мнение. 15 сертификатов Х5 на один и на второй танчик. Аватар, который я в принципе вообще в игре не понимаю, зачем он нужен. Поэтому я его и заценивать не буду, как часть состава набора. Два места в ангаре, ну само собой разумеющееся. И соответственно открытое все оборудование. Ну тоже согласитесь, приятно хотя бы серебруху свою немножко сэкономить. Это то, что по набору за 7000. Что касается самого пилота 1, мне честно говоря данная машинка как-то не сильно нравится. Ни своей подвижностью, ни тем как на ней необходимо играть. Ну и плюс к тому, ребят, я понимаю, что есть машинки, они дороже, да. То есть кто-то скажет, ты же не сравнивая, не сравнимая. Но давайте будем говорить откровенно. Что лучше, взять себе машинку, которая не сильно годная, плюс-минус играбельная, вопросов нет. И плюс-минус фармища, но не сильно там прям звезды с неба срывает. Или может подкопить денег и приобрести себе, допустим, там не знаю, ту же самую. Химеру, которая плюс-минус нормально отыгрывается, если вы можете ею играть нормально. Проджетка 46, да, там Шкода Т27. Ну короче говоря, ряд танчиков, которые реально чего-то стоят в этой игре на сегодняшний день больше, чем тот же самый пилот 1. Ну вот допустим, я не знаю, в выборе между, допустим, Центурионом ММК 5.1 и пилотом я бы взял все-таки Центуриона. Хотя Центуриона мне кажется, что за 4,5 тысячи продавать не будут. Ну короче говоря, знаете, как обычно говорят, если что-то дешево стоит, то стоит задуматься, а стоит ли настолько дешево это покупать. Как говорится, ну мы слишком бедны для того, чтобы покупать себе дешевые вещи. Короче говоря, ребят, давайте теперь вернемся все-таки к тому, кого мы сегодня осматриваем. Мы сегодня будем смотреть Т23Е3. Я не буду останавливаться на ТТХ данной машины. В конце видео, вот здесь наверху, я добавлю ссылочку на обзор по данной машине. Там, где обсуждаются все там технические характеристики по машинке. И там же вы можете посмотреть еще пару каточек на данном аппарате. Возможно, вам это поможет чем-то в принятии решения. Пока мы запрыгиваем в бой, хочу попросить каждого из вас, кто смотрит видео без подписки. Ребят, окажите любезность, подпишитесь на канал. Я буду радовать вас новыми видео, абсолютно честных и никем не проплаченных обзоров. Я не скилловый игрок, я среднестатистический игрок. И я не знаю, как у вас, а у меня были случаи, когда я поверил скилловому ютюберу, который показал машину во всей ее красе. Не знаю, то ли нарезанное видео было красиво, то ли он действительно суперклассно справлялся с тем аппаратом. Я приобрел себе премиумную машинку и делал это не один раз. И потом оказывалось, что конкретно в моих руках машина играется не настолько клево и фаново, как показывал товарищ ютюбер. Я же показываю машины средними руками, а значит, если у вас средние руки, как у меня, то вы, соответственно, их тоже будете так же отыгрывать, как и я. И значит, больше вероятности того, что вы не расстроитесь из-за покупки и из-за того, что не можете применять машину нормально в бою. Ребят, какие основные плюсы я бы озвучил по данной машине? И однозначно это время перезарядки, потому что с таким временем перезарядки вы реально просто бешеная имба в бою, которая через каждые 3,5 секунды отбрасывает, пускай не суперогромную альфу, но будоражащий огонь, с довольно-таки на своем уровне пробивной пушкой, ну и пускай не сильно, но все-таки с жалящим уроном, но это не сильно приятно для ваших соперников. Мне очень нравятся углы склонения на данной машине, мне очень нравятся точность и время сведения. В общем, что касается по орудию, по подвижности, если бы машина вот так вот игралась, ну, я имею в виду пропорционально, да, вот так отыгрывалась на 8 уровне, это была бы любимая машина моя в игре. Ну, а так, единственное, что меня всегда смущало по данной машине, это, я бы сказал, посредственная бронированность, потому что особо бронированной машинкой, понятное дело, средняк назвать не получится, язык не повернется. Ну, и то, что она все-таки на 7 уровне, а не на 8. А так, ребят, я от этой машинки кайфую довольно часто. Теперь, что касается ценника на данную машину, давайте будем говорить откровенно. 3,5 тысячи голды на сегодняшний день, это уже все-таки немножко завышенный ценник для данного аппарата. Но завышен он, я бы сказал, не на много. Сказали бы мне данную машину, допустим, за 3 тысячи, я бы сказал, что в целом, в целом, купить однозначно стоит. Потому что машинка фановая, машинка довольно хорошо показывающая себя в бою, она действительно довольно неплохо отыгрывается, вы получаете удовольствие, вы часто стреляете и стреляете точно. Ну, то есть, в принципе, машинка довольно приятная. Что касается завышения ценника, по моей математике, приблизительно где-то на пол косаря голды, то давайте будем говорить откровенно. Пол косаря голды, если вы с портативного устройства периодически смотрите рекламы, это не такая уж и большая сумма. То есть, в принципе, за 10 дней вы можете вернуть себе назад вот эту сумму потраченную, ну и в целом не такая уж большая потеря. В конце концов, переплата не в несколько косарей. Что касается обычного ценника на данную машину, машина висит постоянно на продаже в дереве исследований. Буквально каждый день вы можете в любой момент туда зайти и приобрести себе эту машину за 4900. Вернемся к этому вопросу чуть позже. Значит, смотрите, 2400 урона, 2 сделанных фрага, знак классности первой степени. Что касается результативности по серебру. За вот этот бой, с учетом активированного прем-аккаунта, 67 тысяч неполных серебра. Для седьмого уровня, согласитесь, нормальная цифра. Меня, по крайней мере, для семерки абсолютно таки устраивает. Без учета према. 44 с половиной тысячи. Короче говоря, ребят, машинка плюс-минус фармищая. Не, конечно, там будете горы серебра собирать, но фармить, в принципе, можно. Особенно, если вы любите играть не на восьмых и десятых уровнях, а спуститься чуть ниже, буквально в данном случае на одну ступеньку. Что касается результативности по команде. Согласитесь, результативность довольно неплохая. Абсолютно не напрягаясь, благодаря очень хорошему КД и довольно-таки взвешенному КД по отношению к Альфе. Я все-таки зайду в технические характеристики, хоть я и говорю, что не будем заценивать, можете в видео в другом посмотреть. Смотрите, 160 единиц урона для семерки. Это немного, согласитесь, потому что у нас шестерки на средние танки цепляют такую Альфу. Но, ребят, с учетом того, что машина довольно-таки пробивная, за счет того, что машина, в принципе, откидывает каждые 3,5 секунды, вы получаете офигенный ДПМ в 2800 на своем седьмом уровне. Это при том, что, несмотря на то, что время сведения 3,3, разброс орудия 0,330 и угол склонения, казалось бы, всего лишь в минус 6, но, согласитесь, за вот этот бой, с учетом того, что я был где-то на неровности и так далее, вспомните хотя бы один момент, когда эти минус 6 мне сейчас помешали. Оно реально не ощущается. Почему я и говорю, что я не зацениваю машины в табличках, я не зацениваю машины, выкатывая их, там, я не знаю, в какие-нибудь пробные бои или в тренировочную комнату и целюсь в них. Я выкатываю машину в реальный бой и передаю вам свои ощущения, чтобы вы видели, о чем я говорю в реальном бою, а не глядя на какие-нибудь сравнительные таблички где-нибудь на интернет-порталах и ресурсах. Это вы можете сделать и без меня. А вот посмотреть, как машинка играется средними руками, если они такие, как у вас, вы навряд ли где-то еще сможете. Напоминаю, подписывайтесь на канал. Что же касается машины. 4 900, безусловно, не ее цена. 3 500 завышенная цена, но не на много, буквально на 500 голды, по моему скромному мнению. Потому что машинка реально классно отыгрывается и она действительно доставляет, ну, прям, массу удовольствия. Что касается фарма, ну, фармить на 7 уровне, как бы вариант не вариант, решать вам. Но в целом, в минус, в основном, уходить вы не будете, а удовольствие от боя получать однозначно. Покупать или не покупать, безусловно, решать вам. Копилка ваша и вам решать, когда ее разбивать. Мое дело показать машину, какой она есть на самом деле. На данный момент у меня все. Это был абсолютно честный и очень кратенький обзорчик предложения. Т23Е3 за 3 500 голды. Возвращайтесь на канал. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия.